На космодроме Плесецк в Архангельской области только что прошли испытания стратегической ядерной ракеты «Сармат». Закончились эти испытания полным провалом. Ракета даже не взлетела в ходе подготовки к запуску. Она взорвалась в пусковой шахте, разворотила там половину космодрома, поубивала кучу инженеров и военных. На самом деле это самая настоящая катастрофа для российской ракетно-ядерной программы. Дело в том, что из семи запусков «Сармата», испытательных запусков, шесть были неудачными, включая и вот этот. То есть поставить эту ракету на боевое дежурство Российская Федерация не может. Если поставить эту ракету, ввести ее в эксплуатацию, то Россия, по сути дела, останется без ядерного счета. Получается, что одна ракета из семи только взлетит, и то это в самом лучшем случае. Многие, кстати, говорят сейчас о том, что по итогам текущей войны надо будет проводить денуклиризацию Российской Федерации. Так вот, Владимир Путин ее своими руками сейчас и проводит. То есть, по сути дела, Россия осталась без современной ядерной ракеты стратегического назначения. Вообще, в принципе, эти «Сарматы» сейчас делаются на одном из красноярских заводов для замены основной ракеты ракетных войск стратегического назначения России. Они называются РС-20А или «Воевода» их называют. В натовской классификации эта ракета называется СС-18 «Сатана». Так вот, ракеты эти, СС-18, работали идеально. Они взлетали в цель, взлетали, летели как полагается, попадали в цель, там их боеголовки разделялись. Все происходило всегда. И да, потому что Советский Союз реально много ввалил денег, ресурсов в создании этой ракеты. Ракета была очень-очень хорошая. Она не то, чтобы сильно сложная была, но очень хорошая. Но с этими ракетами есть большая проблема. И они, собственно, эта ракета, «Воевода», она и составляет костяк ракетных войск стратегического назначения России. Но с ней есть большая проблема. Эти ракеты в основном производились 40, а то 50 лет назад. Их начали производить еще в 70-е годы. И производили много этих ракет в 80-е годы. То есть ракеты эти просто очень старые. Их надо менять. Какими бы замечательными они ни были, все равно настолько древние ракеты, которым уже по полвека, в какой-то момент могут, там что-то где-то, контакт отойдет, ракета это не полетит. Все-таки это очень сложная система, очень сложное оборудование. И там все время может что-то сломаться. Тем более это советское оборудование. И, естественно, в Советском Союзе, как вы понимаете, качество сборки всегда было не так, чтобы, ну не японское, давайте так скажем. Так вот, этим ракетам СС-18 многократно уже продлевали сроки эксплуатации в Российской Федерации. Надеюсь, что вот-вот появится замена, то есть ракета Сармат. И эту ракету можно будет поставить на вооружение, а старые вот эти воеводы списать. Но сейчас из-за того, что с Сарматом, как видите, все никак не получается, Россия оказалась в абсолютно дурацкой ситуации. Потому что ракеты новой конструкции, вот эти Сарматы, все никак не взлетают, не могут сделать эти ракеты. А старые ракеты уже не взлетают, потому что они просто старые, а не их надо списывать из эксплуатации. Логичное решение тут могло бы быть, это взять и построить новых ракет, но по старым, что называется, надежным чертежам. То есть наделать этих воевод только побольше. Не отбросить абсолютно неполучающуюся историю с Сарматом и сделать много воевод. Но не получается этого сделать. Почему? Потому что советские воеводы проводились на заводе Южмаш в Днепропетровске. Как вы понимаете, сильно маловероятно, учитывая все происходящее, что этот завод уже в современном Днепре возьмется вооружать Российскую Федерацию стратегическими ядерными ракетами. Тем более, что завод этот сам по себе уже многократно подвергался бомбардировкам со стороны все той же Российской Федерации. То есть Россия оказалась в достаточно безвыходной ситуации. В Красноярске, где сейчас пытаются делать вот эти Сарматы, ракеты такого класса, проблема в том, что их никогда там не делали. Там производили сравнительно небольшие тактические, оперативно-тактические ракеты. Огромные стратегические ракеты, которые в космос во время своего полета вылетают, их там просто не умеют делать. Это как поручить мастеру, который делает лодки, лодочному мастеру сделать теплоход. Ну, конечно, типа принципы похожи, и то, и другое, как бы, он стоит на воде, вытесняет воду своим объемом и так далее. Но, в принципе, как вы понимаете, теплоход, скорее всего, получится так себе, если лодочный мастер возьмется его делать. Есть, как говорится, нюансы. Плюс, не забываем еще о том, что в Российской Федерации сейчас постоянно сажают, выдавливают из стороны всех ученых, техников, инженеров, которые проявляют хоть какое-то свободомыслие. Поэтому, даже если объективно смотреть на ситуацию, шансы на создание в Российской Федерации новой стратегической ядерной ракеты, которая не будет взорваться в шахте и будет лететь туда, куда полагается ее лететь, они равны примерно нулю.